Жители Лазурного, сегодня мы решили снять довольно полезный, нужный ролик по окончанию этого года. Тема это бюджет Лазурного. Скажем так, тема очень горячая для нашего поселка. Почему? Потому что много из вас писали в фейсбуке разъяснить бюджет. Эфир не дал более подробной информации, как и текст, который написал наш депутат. Поэтому сегодня позвал Бориса Бондаренко, чтобы он разъяснил более подробно, емко всю суть для тех людей, которые немножко недопоняли, что куда уходит. И я думаю, вам будет понятно уже все, что расскажется. Сегодня мы бы хотели поговорить с вами о бюджете нашего поселка на 2019 год. Так отложились обстоятельства, что после публикации в группе типичная Лазурная некоторых таблиц и данных о бюджете нашего поселка возникло много вопросов, недоразумений и разногласий. Многие жители не поняли, куда расходуются наши средства и непонятны финансирования нашего бюджета на следующий год. И поэтому с этой целью мы решили объяснить вам более подробно по деталям, по программам бюджет нашего Лазурного. С чего бы я хотел бы начать сегодняшний разбор бюджета? Дело в том, что у других населенных пунктов процесс бюджетного планирования это довольно скрупулезный процесс. Он занимает много времени и начинает этот процесс по формированию бюджета происходить где-то в сентябре-котябре месяц. Каким образом это происходит? Общественные организации, либо депутаты, поселковый голова и все, кто причастен к формированию бюджета, собирают мнения граждан, которые озвучены ими в устной, либо в письменном форме. Есть специальные ресурсы, либо просто заявки граждане подают в поселковый совет. И на основании этих заявлений, требований и пожеланий граждан вносятся предложения на постоянную депутатскую комиссию по планированию бюджета. Они обрабатывают эти пожелания совместно с заместителем поселкового совета. Составляется программа социально-экономического развития на следующий год. И в унисон бюджет и эта программа социально-экономического развития подходят к декабрю месяцу, когда уже непосредственно депутаты должны принимать бюджет. У нас, к сожалению, мы пока еще до этого не доросли, но мы, я думаю, будем к этому совместными усилиями стремиться. Ситуация получилась немного иная. Скажу следующее. Бюджетная комиссия, не бюджетная, а общая комиссия распоряжением сельского головы была создана только 21 декабря 2018 года. Было всего одно заседание комиссии, где уже на нее были поданы безальтернативные данные по формированию бюджета. Не безальтернативные по суммам, а безальтернативные по направлению распределения средств. И депутаты, и я в том числе, за одну сессию, за одну комиссию должны были принимать бюджет. Хорошо это или плохо, я думаю, что это точно не хорошо. Почему? Потому что не были учтены многие мнения многих граждан и их пожелания. И мы, получается, депутаты вместе с поселковым головой под елочку вам приготовили следующий бюджет, который мы детально сейчас разберем. Так, перейдем более подробно к нашему бюджету. Непосредственно затронем доходную часть нашего бюджета, которая в следующем году составляет 17 миллионов 408 тысяч гривен. Из этих 17 миллионов 400 тысяч гривен 12,5 миллионов составляют налоги, доходы от операций с капитала, межбюджетные трансферы и другие поступления. 5 миллионов гривен планируется в следующем году получить от продажи земли нашего поселка. Доходную часть мы можем предоставить вам в таблице, где вы более детально. Тут в основном сухие цифры. А вот расходная часть бюджета тут будет значительно интереснее. Мы отпустим финансирование коммунальных предприятий, таких как Дитячий садок Содочка, Дом Будынокультуры, Лазуринский поселковый совет. Там в основном цифры, которые сложены, составляют текущую необходимость функционирования, для текущей необходимости функционирования этих учреждений. Единственное, что всех затронула, очень возбудораживала тема размера премии Лазуринского поселкового совета 780 тысяч гривен. Много или мало это судить вам, как мы уже говорили. И мое мнение, что это все зависит от поселкового головы. Этот фонд премирования, это не значит, что он может быть весь, быть использованный. То есть еще раз, это должно быть все по результатам работы, выдаваться эти премии. И это уже зависит от работы самого поселкового совета и нашего уважаемого Сергея Яковлевича, как он будет распределять этот фонд премирования. Это всецело его прерогатива. Я бы хотел с вами более подробно остановиться на программах, которые были приняты на 2019 год. Это программы по распределению этих денег, конкретно целевые программы. В первую очередь программа физической культуры и спорта. Это очень замечательная программа, финансирование которой заложено на уровне 270 тысяч гривен на следующий год. Эта программа разработана в соавторстве с Аракеловым, спортивный клуб Макс Фимус и с тренером по волейболу и футболу Денисенко. Тут довольно детально расписаны все поездки и необходимый спортивный инвентарь, который нужно откупить в следующем году. Но в целом это очень замечательная программа. На уровне видно, что люди переживают за свою деятельность, они переживают за спорт. И за это им нужно сказать большое спасибо. В этом программе предусмотрена уборка улиц на 587 тысяч гривен, вывоз твердых бытовых отходов на 356 тысяч гривен, размещение твердых бытовых отходов на 360 тысяч гривен и покос травы по улицам 790 тысяч гривен. Список улиц, где будет убирать и вывозить предоставлен. Есть какие-то тут расчеты, которые были согласованы, я так понимаю, с органами управления, поселковыми советами. Много это или мало денег в разрезе бюджета. Это в принципе нужно будет смотреть по результатам следующего года. Но надеемся, что наше село будет убрано и блестеть, и сверкать. И мы замечательно пройдем следующий год с помощью данной программы, с помощью каких-то других мероприятий по очистке нашего села от мусора. Следующая программа. Программа использования средств целевого фонда сельского бюджета. Значит тут целевой фонд 380 тысяч гривен, его запланировали на ямочный ремонт улицы Черноморская и Степна. Почему конкретно этих улиц, мне по большому счету непонятно. Предоставили такие данные, что этот целевой фонд идет только на такие работы. В принципе никто против не был. Программа проведения культурно-массовых мероприятий запланирована на следующий год. 283 тысячи гривен. Это день зависимости, день села, день святого Николая и новый год. Программа дети, наша совместная забота. 70 тысяч гривен это будет оздоровление детей 10 человек возрастом от 7 до 14 лет. Им будут куплены путевки на оздоровление. Следующая программа это развитие людского капитала, человеческого капитала. 10 тысяч гривен в порядке. Еще одна программа содержания коммунального имущества. Это освещение. 200 тысяч гривен. Программа социальной защиты ветеранов войны и труда. 97 тысяч гривен. Я скажу, что в этом году предусмотрены нормальные деньги по сравнению с прошлыми годами на эту программу. 97 тысяч 300 гривен, если быть точным. И программа социального защиты населения. 86 тысяч 400 гривен. Теперь, на чем бы я хотел обратить ваше внимание более конкретно. Это программы наших коммунальных предприятий. Так вот. Программа утримания водопровидно-канализационной мережи СНТ Лазур. Согласно этой программе предусмотрено на следующий год финансирование нашего КП Чесниспоруды на уровне 244 тысяч гривен. Из них один на СОВ 69 тысяч гривен и проектные работы по подключению скважины на 175 тысяч гривен. На этом все. На этом все. Как я понимаю, больше нашему коммунальному предприятию ничего не нужно в следующем году. Я бы хотел обратить на это особое внимание, потому что наиболее нарекания и наиболее предложения граждан были именно конкретно по работе двух коммунальных предприятий. Это КП Чесниспоруды и КП Лазур. Если КП Чесниспоруды еще есть какая-то тут программа 244 тысяч гривен, то КП Лазур полные нули. Полные нули. Ничего не предусмотрено, никакое финансирование на следующий год. А с учетом того, что КП Лазурное в этом году лишилось пляжей площадью 18 гектаров, они были переданы назад в поселковый совет. То есть они не смогут с них зарабатывать деньги. КП Лазурное в этом году лишилось кемпинга, с которого в этом году получало 50 тысяч гривен согласно договору совместной деятельности. У КП Лазурного остался один только летний рынок. Валовые доходы, которые по этому году, по-моему, составляли порядка 680 тысяч гривен, из которых более 300 тысяч было потрачено только на охрану. То есть по факту мы имеем, что КП Лазурное на следующий год получит условную прибыль до налогов в размере 300 тысяч. За что им нужно содержать полностью весь штаб свой, содержать какие-то там, платить налоги, содержать офис, платить электроэнергию и тому подобное. У меня возник логический вопрос. За счет чего это коммунальное будет функционировать в следующем годе? Я пришел в офис коммунального предприятия и спросил у тишковца, почему вы не написали никакую программу, почему вы не попросили в бюджете никакой ни финансирования, ничего на какие-то там мероприятия по пляжу. На что мне тишковец ответил, он мне ничего не ответил по большому счету. Никакого внятного ответа я от него не получил. Я задал этот вопрос председателю, председатель мне ответил одной фразой, у нас нет денег, чтобы финансировать, надавать какую-то субвенцию, либо что-то покупать этому коммунальному предприятию. И поэтому я очень сильно переживаю, как мы проведем следующий год, почему я заостряю внимание конкретно на этом предприятии. Это коммунальное предприятие стратегически важное, потому что обслуживает рекреационную сферу нашего поселка. От его нормального функционирования зависит, будет ли у нас чисто на пляжах, будут ли соблюдены какие-то условия для отдыха отдыхающих. И вообще я не могу себе представить, как может коммунальное предприятие работать без какого-то программы, без какого-то видения, хотя бы краткосрочной. Мы не говорим о программе на 3-5 лет среднесрочной, мы говорим о краткосрочной программе, как они собираются входить в сезон. Я вчера непосредственно тишковцу задавал вопросы по кемпингу. Я говорю, уважаемый, а почему так получилось, что вы лишились этого кемпинга? Мы не лишился его поселок, не стоит путать эти понятия, просто этот земли перешли назад в поселковый совет. Но он мне ничего не ответил. Я говорю, а что такое? Он говорит, мне этот, ну, а зачем этот кемпинг? Зачем этот кемпинг? Кемпинг, который приносил 50 тысяч гривен, на котором располагается очень много отдыхающих. Это имиджевый был проект, на который была разработана комплексная схема привязки, где было указано все, вплоть до того, что набережная на нем была указана, променад точнее. Были разработаны кафе, домики для отдыхающих, подключение подстанции, площадка для ТБО. Этого теперь ничего нету. Это все пошло прахом. Так же самое с пляжами. Была разработана комплексная схема привязки, но она потеряла свой смысл, потому что акт постильного коррестования, регистрацию акта постильного коррестования, скасовала прокуратура, и он был передан назад в постсовет. Выходы есть с этой ситуацией, но нужно к этому стремиться. Но пока наш уважаемый директор, он не делает к этому никаких, не то что шагов, даже поползновений. Понимаете? И в то же время ему выписывают премию на предыдущей сессии в размере 8300 гривен. Допоним, давайте до наступного питания проведения взвода на премиювание директора Комсала Зона. Допоним, что заяву директора Коммунального предприятия Владимира Владимировича, когда я спросил, за что ему эту премию, Якович ответил, за работу. За такую работу нужно премию выписывать человеку. Он, я не знаю, может быть вы мне как-то подскажете, может быть кто-то другой подскажет, как они будут функционировать. Но он мне ответил, что все будет хорошо. Мы надеемся. Теперь по КП очистительства орудий. Все знают, какие у нас проблемы в КП очистительства орудия. Все знают про состояние водонапорной нашей системы. Все знают эти систематические боляшки. Да, они не сложились ни за год, ни за два, уже много лет. Есть такие проблемы, но нужно стремиться к их решениям. Что мы видим? Что господин Трофимов точно так же не предоставил ни одной сметы, ни одного планового мероприятия на следующий год. Ничего, кроме одного насоса и одной разработки проектной документации по подключению скважин. Абсолютно точно так же, как и по КП Лазурен. Нету ни пути направления, куда мы движемся. Нету никаких-то планов, ни перспектив. Ничего. Точно так же под предлогом, что нету денег. Как сказали некоторые депутаты, мы им передали очистные сооружения. Пусть на них зарабатывают деньги. И за счет этих денег денег реконструируют водонапорную нашу систему. Уважаемые, вы все знаете, какие ситуации в нашем коммунальном предприятии с очистными сооружениями. О том, что сейчас происходит массовое увольнение штата сотрудников. О том, что там изношены основные фонды. Вы, наверное, видели фотографии в интернете, которые выкладывал Лавроненко. В каком состоянии там сейчас все разрыто и перерыто. И у меня есть большие сомнения, что без видения комплексного видения ситуации, как выйти из этой проблемы, мы нормально войдем в следующий сезон. Поэтому я бы хотел, чтобы наши уважаемые директора двух коммунальных предприятий, стратегически важных коммунальных предприятий, от которых зависит судьба Лазурного непосредственно как курорта, приложили больше усилий для того, чтобы совместно с органами местного массового управления, совместно с депутатами, совместно с, скажем так, не бойдужими гражданами нашего поселка, мы вместе разработали какую-то стратегию и двигались все вместе к светлому будущему. Поэтому это наша общая задача и наши общие интересы. Всем спасибо за внимание. Вам все было, я думаю, понятно, вам только что все объяснили. Так сказать, скрины показались более подробно, какие-то еще моменты по жизни Лазурного мы будем, я надеюсь, снимать видео. Если у вас будут какие-то вопросы, можете всегда писать в группу типично Лазурного, можете писать даже I love you Лазурное, у Сергея группу Лазурное инфо. В принципе, ваш любой актив, написание какого-то возражения тому, что работает, не работает, уже есть хорошо. А если вас интересуют более подробные такие видео, мы в принципе можем без проблем снимать. Позволяет место, я надеюсь, оно не пропадет. И, в общем, всем спасибо, что посмотрели. Если вы смотрели, вам уже было что-то понятно. А если кто-то зашел, посмотрел, вообще просто это тоже уже хорошо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok